Лариса Панина Не устояли даже наши коллеги-телевизионщики с канала «Россия», чтобы не взять интервью. Отвечали хором, выразив поддержку коломенскому Кремлю. Народ! 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 Коломна вперед! Город Коломна называют «жемчужиной русского средневекового зодчества». С этой землей связаны имена Ивана Калиты, Ивана Грозного, Екатерины II. Здесь бывал Петр I по дороге в Астрахань. Здесь Дмитрий Донской. В августе 1380 года собирал войска для битвы Куликовой. На рубеже XIV-XV веков Коломна – самый богатый после Москвы город Московского княжества. Построенный в XVI веке, коломенский Кремль мало чем уступал московскому, по образцу которого и возводился. Строительство продолжалось шесть лет. Общая площадь Кремля – 24 гектара. Протяженность стен – 1938 метров. Высота от 18 до 21 метра. Кремль имел 17 башен. Из них сохранились семь. Символом Коломни является Маринкина башня Кремля. С 1610 по 1612 год в ней жила переведенная из Москвы жена Лжедмитрия I Марина Мнишек. Уникальность Коломенского Кремля еще и в том, что на территории исторического памятника располагаются постройки прошлых веков, в которых продолжают жить коломенцы. Здесь же расположены два действующих женских монастыря. За крепостными стенами разместились музеи, сувенирные лавочки, общеобразовательная школа. Эти тихие улочки и скверы – любимое место для прогулок жителей Коломны. В 2006 году Коломна признана самым благоустроенным городом Московской области. Очарование города еще и в том, что он сохранил свой исторический облик Печеской России XIX века. Здесь можно снимать фильмы по произведениям Тургенева и Чехова без всяких декораций. В дни празднования славянской письменности и культуры в 2007 году в Коломне были открыты памятники Дмитрию Донскому и Кириллу и Мефодию. На флешмоб город встретил Лобницев, как и сотни представителей других городов Подмосковья, гостеприимно. Приятно было прогуляться по его улочкам в ожидании начала массового действия. Кстати, в переводе с английского словосочетание «флешмоб» означает «вспыхивающая толпа». Есть еще одно значение – мгновенно появиться, промелькнуть. Может, не совсем мгновенно, но более 7 тысяч волонтеров с колокольчиками в руках живой цепью выстроились вокруг Кремлевской стены, чтобы призвать жителей России принять участие в голосовании проекта «Россия-10». Звон соборных колоколов разливался над Кремлем. Его подхватывали маленькие колокольчики, и звон этот рассыпался эхом по городу. «Россия-10» Мероприятие было приурочено к победе Коломенского Кремля в первом этапе конкурса, который продлится до 29 сентября. Инициатива его проведения принадлежит телеканалу «Россия-1» и Русскому географическому обществу. Кстати, его президентом является Сергей Шойгу, предыдущий губернатор Московской области. Во флеш-мопе в Коломне принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев, призвавший голосовать за Коломенский Кремль, за который уже проголосовало полтора миллиона человек. На сегодняшний день Коломенский Кремль занимает первое место. Десять победителей, как ожидается, будут воспроизведены в уменьшенных масштабах в Национальном парке «Россия», который построят в Домодедовском районе Московской области. Завершили акцию пилотажные группы «Старяжи» и «Русские витязи», которые продемонстрировали свое искусство в небе над Коломенским Кремлем. Не подвели в этот день и лобнинские баскетболисты. Команда по стритболу вышла в полуфинал и заняла четвертое место среди всех приехавших к Коломну спортсменов. Сколько команд было? Очень много. Я считаю, около 24. Сами довольны таким результатом? Могли бы лучше. Устали? Да. Лариса Панина для программы «Акцент». Продолжение следует...